Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня снимаю видео для вашей любимой рубрики Советы и хитрые трюки для домохозяев. Надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Первый совет пригодится дачникам и огородникам. Способ, который я вам сегодня покажу, 100% работает, поэтому в начале дачного сезона обязательно возьмите его на заметку. Для того, чтобы легко и безвредно избавляться от вредителей на огороде весь дачный сезон, потребуется 5 литров воды и 1 бутылек настойки валерьяны. Настойка спиртовая. Полученным раствором можно поливать абсолютно любые грядки, особенно капустные. Я же этим раствором поливаю еще и комнатные растения. Способ 100% работает, проверяла его уже не один сезон. Способ без химии, все компоненты доступны, всегда есть под рукой, поэтому, друзья, советую. Если вы купили говядину и она оказалась жестко с неприятным привкусом, предлагаю ситуацию исправить следующим образом. Необходимо кусок говядины натереть обычной пищевой содой. Натертый кусочек мяса положить в пакет и убрать в холодильник на несколько часов. Перед готовкой мясо необходимо хорошенько промыть в проточной воде. Теперь мясо можно готовить. Оно будет более нежное, без посторонних привкусов. Если не знали такой простой способ, берите смело на заметку. Следующая идея поможет вам отстирать куртки и джинсы более качественно. Это моя личная идея, я хотела ее вынести в отдельное видео, наверное, так и сделаю. Но сегодня все-таки расскажу и покажу ее вот в этом общем видео с полезными советами. Очень часто в подарки, например, набор шампуней либо гели дополнительно кладут вот такие вот мочалки. Я эти мочалки не использую, для меня они неудобны. И вот однажды я им нашла применение. Я стирала джинсы, джинсы у меня были светлые. И тогда я решила попробовать вот эти вот мочалки бросить вместе с джинсами в барабан машины. Друзья, когда я открыла барабан машины, достала джинсы, они были безупречно чистыми. То есть эти мочалки, как щетки, все великолепно очистили. Я, друзья, решила экспериментировать дальше, рассуждала я так. Если вот эти мочалки в барабане машины выполняют роль щеток, то почему бы не попробовать постирать с плотным жестким поролоном. Значит, я в магазине купила вот такие вот губки. Я их долго выбирала, то есть выбрала губки с самым жестким поролоном. Поролон есть с такими дырочками, как сыр Моздам. Вот его не нужно брать, он очень быстро крошится. Нужно выбрать самые жесткие губки, пусть даже они будут вот с такой вот частью. Эта часть очень легко снимается. Потом вот этой жесткой щеткой можно чистить мойку, можно чистить акриловые раковины, можно чистить подоконники. В общем, применение вот этой запчасти однозначно можно найти. А вот эту вот часть поролона я разрезала на две половинки. То есть разрезала пополам и таких вот квадратиков щеток нужно сделать как можно больше. Они многоразовые, поэтому получается недорого. Такими щетками в стиральной машине я стираю исключительно верхнюю одежду и джинсы. Одежда получается намного чище. Значит, плюс эти щетки еще дополнительно собирают шерсть и волосы. Значит, как ими стирать? В барабан стиральной машины вместе с одеждой я кладу эти щетки. Стираю как обычно и как только у меня цикл стирка заканчивается, я нажимаю на паузу и все эти щетки вытаскиваю. То есть полоскание, отжим я уже делаю без них. Я пробовала множество способов, которые якобы улучшают качество стирки. Я пробовала способ с фольгой. Друзья, никому не советую. Можно испортить машинку, потому что фольга во время стирки крошится. Также пробовала способ с пакетом. Тоже эффекта ноль, не собирает он ворсинки, волосы. То есть я ничего не заметила. Пробовала стирать салфеткой. Да, вот салфетка немного волосы собирает. Но как-то улучшить качество стирки, я думаю, что она не может. А вот эти вот щетки, они действительно помогают барабану лучше простирать белье. Попробуйте. Моя семья очень любит блюда из свеклы. Поэтому винегрет я готовлю достаточно часто. Знаю множество рецептов винегрета. Я готовила его и с груздями, и с авокадо, и с селедкой, классическим. На моем канале есть отдельное видео, где я вам рассказывала, как вкусно и необычно приготовить свеклу. А также есть рецепт винегрета, который я готовлю в мультиварке. Получается очень быстро и очень вкусно. И недавно я вычитала еще одну интересную идею, с помощью которой винегрет можно сделать нежным и вкусным. Для этого необходимо в винегрет добавить 1 столовую ложку молока и 1 чайную ложку сахара. Все хорошо размешать. Молоко абсолютно не меняет вкус винегрета, но при этом винегрет получается более нежным. Особенно, если вы готовите винегрет из покупной маринованной капусты. Она, как правило, немножко рисковатая и кисловатая. Так вот, молоко и сахар смягчают эту кислинку, и винегрет получается действительно более мягким и нежным. И последний, друзья, совет будет кулинарный. Если вы хотите утром для семьи очень быстро приготовить яйцо пашот, то воспользуйтесь моим советом. Для этого необходимо взять чашку, налить в нее полстакана воды и вылить в эту воду одно яйцо. Чашку нужно будет закрыть тарелкой и поставить ее в микроволновую печь на максимальную мощность от 1,5 до 2 минут. Ориентируйтесь по своей микроволновке. Через 2 минуты мое яйцо пашот готово. Если вы хотите, чтобы желток был менее жидкий, то время приготовления нужно будет увеличить на несколько секунд. Сверху яйцо посыпаю своей любимой сванской солью. Ее, кстати, делаю сама. И вкусный и полезный завтрак готов. Друзья, на этом у меня сегодня все. Вот такими вот полезными советами хотела с вами поделиться. Надеюсь, что они вам понравились. Если это так, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, пишите комментарии, дополняйте меня, задавайте вопросы. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!